Улица Воровского не только одна из самых многолюдных, но и самых зеленых. Пальмы, южные экзоты, платаны, кипарисы, магнолии. Здесь, можно сказать, собраны лучшие представители субтропической флоры. Однако не все растения долговечны. К примеру, средняя продолжительная жизнь говении сладкой, в народе известном как конфетное дерево, 30-40 лет. На улице Воровского их целая аллея. Посажены почти полвека назад. Нам нужно разобраться и принять единственное правильное решение по необходимости или обрезки, или коронирования, или в некоторых случаях вырубки тех деревьев, которые утратили свою жизнеспособность. Несмотря на то, что конфетные деревья Новоровского – долгожители, эксперты и сочинцы считают, растения ни в коем случае нельзя вырубать. Такой аллеи в центре города больше нет нигде в России. Они еще будут радовать жителей и гостей не один год. Нужно только тщательно ухаживать. Дорога – это где-то на 2 метра, на полтора, 2 метра можно сократить, остальное еще более-менее сухое убрать. Итак, комиссия определяет судьбу каждого дерева. По мнению Феликса Иваненко, аллею необходимо восстанавливать. Собрать семена труда не составит. По мере в дальнейшем подготовки посадочного материала, замены, его высадки, начинать уже тогда те деревья, которые усыхают, убирать постепенно, заменяя на новые, чтобы сохранить вот саму по себе аллею, ее как бы вот эту задумку. С подробным анализом состояния деревьев комиссия прошла по всей улице Воровского. Тем деревьям, которые нужно кронировать, предстоит стрижка уже в начале февраля. Работы проведут под контролем экспертов. К слову, зима – идеальное для обрезки время. В этот период сокодвижение растения остановлено. Что касается придомовых территорий, срезать лишние ветви нужно со знанием дела и не нарушая закон. Поэтому, чтобы придать кроне растущего во дворе дерева опрятный вид, сотрудники администрации рекомендуют заранее обращаться в управление по охране окружающей среды.